В этом году исполнилось 80 лет со дня подвига Александра Матвеевича Матросова. В феврале 1943 года боец закрыл с собой амбразуру вражеского дзота в бою за деревню Чернышки Псковской области. Его подвиг позволил советским бойцам занять удерживаемую немцами высоту. В честь памяти героя прошел восьмой фестиваль «Бессмертный подвиг». К памятнику героя Советского Союза возложили цветы и показали военно-историческую реконструкцию боя, в котором он совершил свой подвиг. Фестиваль традиционно проводится в селе Ивановка Ульяновского района. Именно в местном детском доме в 36-39 годах прошлого века воспитывался будущий герой Саша Матросов. Мероприятие посетил глава региона Алексей Русских. В тот день ценой собственной жизни, закрыв своим телом вражеский дзот, он спас боевых товарищей и шагнул в вечность, исполнив воинский долг, показав всему миру пример безграничного мужества, самоотверженности, силы и любви к своей Родине. На уникальный фестиваль исторической реконструкции каждый год съезжаются сотни участников со всей России. Участвовали 38 военно-исторических клубов из Ульяновска и других городов России. Всего около 200 реконструкторов. Привезли и военную технику времен Великой Отечественной войны. Выражаю огромную благодарность губернатору, правительству Ульяновской области, всем силовым структурам, тем жителям нашей Ульяновской области, которые помогли и помогают ежегодно в проведении этого фестиваля. Новые знания и яркие впечатления получили и участники, и гости мероприятия. Многие приезжают на фестиваль всей семьей. Десять лет уже участвуем. Лично я уже десять лет участвую. Поэтому каждый раз, с каждым разом уровень все выше и выше. Соответственно, и организации, и оснащение, и количество приглашенных, и количество участников намного больше становится. Очень понравилось. Очень важно обращать такие мероприятия, потому что узнаешь много об истории и, в принципе, становишься более умным. Реконструкторов торжественно наградили за отличную работу. Гости мероприятия сделали памятные фото с участниками фестиваля. Также на мероприятии работали интерактивные площадки, выставки «Полевая кухня» и музей Александра Матросова. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.